Дорогие мастера, всем привет! И сегодня с вами я Татьяна Ташюта и у меня небольшой эксперимент. Вы знаете, что я иногда провожу разные эксперименты и вот почему-то мне так надумалось и решилось, что нужно сделать небольшой эксперимент с клеем. Если мы его будем клеить на поверхность, которая более цепкая, и что будет, если мы будем стараться капнуть капельку на поверхность, какая очень скользкая. Я сделала вот из листочков, это А4 обычная бумага, а это бумага, которая имеет очень-очень скользкую такую структуру, то есть она по себе очень скользкая. Давайте попробуем капнем клей на обычный лист бумаги, который такой, знаете, немного шершавый. И вот наша ресничка, которая очень скользкая. Что я хочу этим показать? Как он работает, на каких поверхностях. Итак, берем наш клей. Клей здесь я буду использовать в видео клей-магнит. Вы знаете, что это моментальная сцепка для мастеров-профессионалов. Это просто идеальный клей. Еще он работает также при большой важности. Израиль, Кипр, это очень классный клей. И он себя действительно показал достойно и хорошо. Итак, капаем достаточно такую, я большую капельку клея капаю, да, и на эту поверхность тоже. Давайте посмотрим, что у нас будет. Итак, берем обе поверхности и приподнимаем. Клей начинает у нас скатываться, да. Ну, там было тут больше капли, но не важно сам факт, что он скатывается. И обратите внимание, как он скатывается. Здесь он очень тонкой такой струйкой и начинает подтягиваться, тянуться вниз за каплей, то есть он отсюда тоже стекает. Здесь у нас клей распределяется немножко по-другому. Он здесь очень широкий и до конца капелька начинает уменьшаться. Здесь все происходит абсолютно наоборот, да, то есть вы можете обратить на это внимание. Теперь давайте посмотрим, будет ли он фиксировать нашу бумагу. Итак, берем обычную бумагу листа А4 и просто ее заклеили. Вот здесь, где сцепка клея, где это тратилось пальчиком, наш клей, он является таким горячим, да, то есть и здесь сейчас горячо. Взяли этот лист бумаги и давайте возьмем этот лист бумаги, сделаем то же самое. То есть взяли и сцепливаем его, держим, да, для того, чтобы он у нас приклеил. Он здесь тоже является таким горячим и растекся у нас по всему листу, да. Давайте дадим какую-то несколько секунд, чтобы оба листочка у нас зафиксировались и начнем сначала с этого листочка, потому что у него время, да, было немножечко больше. Для этого листочка еще немножко необходимо время. Что у нас получится, когда мы будем расцеплять? То есть у нас клей здесь прицепился безумно плотно, очень плотно, потому что рыхлая структура, да, и клей очень хорошо цепляется, прям безумно хорошо. И теперь давайте посмотрим, я думаю, что уже тоже какое-то время прошло, возможно, досталось, но я специально ценное время для того, чтобы подольше, да, чтобы вы не думали, что я придумаю. Давайте теперь посмотрим, как на этой бумаге будет у нас работать этот же самый клей, да. И так, он расцепляется очень легко. И теперь давайте из этого сделаем выводы. Хотя это обычная, на самом деле, просто обычная бумага, так как вы видите, что клей здесь пропитался и въелся хорошо, а здесь он просто распределился по поверхности, потому что нет никакой чешуйки для него, куда он может пропитаться и куда он может зацепиться. И это очень важно при наращивании ресниц, потому что когда вашему клею некуда в ресничке зайти между ее чешуйками, он очень плохо полемизируется и очень плохо с ней сцепляется. Когда к вам приходят клиенты с тонкой, скользкой ресницей, вы обязательно хорошо должны их очистить. И для этого существует такой препарат, например, как праймер, который будет расщеплять ее структуру и выбрасывать его из своего арсенала. Но праймер, иногда на праймер могут быть аллергические реакции, поэтому, возможно, с ним можно работать и не каждому. Прямо не для каждого клиента, но он является необходимым и должен быть у вас в арсенале для тех, у кого ресницы слишком скользкие, хорошо напитаны своим кератином и плохо открываются. А праймер, он работает как оксид для волос, когда мы красимся, то есть он расширяет структуру нашего волоска для того, чтобы туда лучше проникла краска. Точно так же работает праймер для наших ресниц. И я думаю, что вы теперь поняли, что ресничке надо обязательно приходить вот в этот весь этап для того, чтобы полимеризация клея была очень хорошей и ему было куда проникнуть для того, чтобы плотно схватиться своей структурой. Если будет плохо очищена ресница, если она будет скользкая, либо, например, пришел ваш клиент и вы видите, что просто структура самой ресницы очень толстая такая, да, ровная, она аж хрустит такая вот прям скользящая, то вы должны понимать, что носка у этого клиента может быть немного хуже, да. На этом мое видео подходит к концу. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok